это будет печальная дальше продолжение на ю тубе это карпа пишет мне женщины со всевозможными званиями и секатором и пилой учат калечить деревья они то лучше это обрезать а слова калечить это уже от меня то есть это мой термин то есть я хочу чтобы люди когда допустим идет преподавание он берет указку и начинает учить что вот эта ветка лишняя это лишняя отрезать на концу он должен термин забыть слово обрезка сейчас мы будем калечить деревья но сам преподаватель не скажет ему заработать деньги если не подходить деревом нет деньги не заработает я может приводил десяток примеров тогда он должен говорить я буду учить обрезать деревья а из этого из парты должна стать сказать называйте правильно калечить потому что у дерева нет ни одной лишней ветки их природа такими создала вот и вот тогда они заткнутся слушаем дальше я написал под видео что вы вредители и разложил по полкам почему этого делать нельзя в этого понятно мои термины все мои полки что тут началось на меня накинули все те кто писал хвалебные отзывы под этим видео сказали что я придурок и примитив и что я отстал от науки вы понимаете от науки мне вот это вот заметили что я обращаюсь постоянно к этой даме хотя не такой дурачок чтобы поверить что она правда посмотрит хотя бы этот фильм и такой же тупой но еще лотереи вероятность пол процента что посмотрит и что-то намотает на ус ну кто-то выиграет миллиард если вдруг заместитель министра науки посмотрит этот фильм это тоже самое а я же это что я выиграл миллион неважно от результата ну то есть как миллион выиграть можно но очень так сказать трудно вот так и тут ладно и вот ему пишут что ему нечего делать саду ну правильно что он будет саду делать если он откажется деревьев количество с моими познаниями и выращивать местными рекомендациями мелкие кислые плоды так ну тут они прав они правы мелкие кислые плоды у меня и когда измельчало и совершенно кислые плоды стали на белом на леве а это было первое дерево а я еще был молод а оно при мне начало плодоносить быстро выросло начало давать килограмм 10 килограмм 20 килограмм 100 килограмм и вот когда она стала давать 100 килограмм оно еще привито было явно что еще на какой-то дичок видимо съесть нельзя лежит ковром есть нельзя но я естественно делал то что и сейчас говорю я не против прививки это называется прививка на омоложение я каждую мелкие ветки не трогал вот это дурь да когда все это мелочи режут и режут это дурь глупость просто им надо занять время чтобы получить серебряники за достаточно продолжительный фильм вот это понятно они режут все подряд а я просто не не трогая мелочи просто каждую скелетную прививку ну это пять или шесть веток размеров от бицепса до ноги до поэтому до бедра я просто взял и спилил оставляя четверть треть ответки обрубки и на два-три года опять вернулась состояние крупные сладкие яблоки хоть белый налив но он очень вкусен а потом снова задичал и тогда уже пила вот так что они правы мелкие кислые плоды но дело в том что если вы видели мои фильмы если вы видели а у меня сотни фотографий я не ездил в крым фотографировать я больше уже там и найдешь ничего чтобы фотографировать даже в крыму а подогревался в саду ну немножко это грешен когда мои сорта заплодоносили там у чернобаева я и там фотографировал с чистой совестью веточка моя была моя а дальше это искусство художника заслуженного художника вот руки золотые это превращается в прекрасные плоды моя веточка далее кстати вот когда часто чернобаева упоминаю еще еще не раз буду с ним знакомить но как получилось что оказалось что он второй и единственный кроме меня кто знал про этот заброшенный сад с огромными уссурийскими грушами и все что я ему а ведь видели на камеру он говорил что все это от вас валерий кастрич на камеру говорю да и почему у него такие результаты по этим груша да потому что он брал за это же подвой с этого сада вот ту сам алексей кот где вы говорите это он про меня знать не знал еще когда уже знал дорогу сад и дырку тут узнал ну про дырку уже не будет так вот а яблони почему не пошли да на эти же сибирки же привал потому что они в лесу растут что он про них знал что я прыгнул вот поняли да так вот вы видели молодое дерево у него у меня там уже час показал старых но показал прекрасно плоды видели вы урожая видели вот же фото галереи откройте еще раз говорю я же не рисовал как это беккер рисует плоды вот я вообще вот такие плоды покажу но это потом нарисовано так вот значит получилось что есть его поколение последние там пяти шестилетний сада очередное поколение плоды крупные и огромные так нахрена и дерево и резать то его а вот кому я обращаюсь я сам не знаю вот кто-то на него накинулся так теперь дальше считаем это как же сильно сидит в людях невежество и глупость и уверенность кстати они нас считают глупыми видите как а мы их вот что без их участия дерево просто не в состоянии вырасти плодоносить печально но сады погибнут у них а это покажется 90 процентов садовода от общего числа кто занимает садов но 10 процентов уже вы отвоевали это уже показатель для всего садоводства дальше будет больше и больше по-другому просто быть не может может как я ненавижу этих баб с пилами и секаторами ведь он их прижитие называет не женщинами не садоводами а бабами всю эту лженауку чтоб они провалились а кстати подпись то это видимо александр карпов это так сказать хозяин этого ну то есть дружинина елена сергеевна нет не так это александр карпов а я еще не мог запомнить нового замминистра и просто хотел сказать вот это вот елена сергеевна одной из самых главных бед россии вот все что александр карпов написал это уже не еще раз говорю это замминистра та самая девушка симпатичная 90 60 на 90 так вот пока только это а дальше видно будет от нее будет зависеть поэтому я к ней обращаюсь без урония с уважением пока а потом может быть как с котуков несколько лет коту под хвост это не я это про него в делали выводе сидит человек чем он занимается наверно может пытался спасти науку какую науку вот эту вот это вот что и не 10 процентов не не моих нет ребята пол процента четверть процента пока так и они берут количество смотрите вот это вот журнал вот это вот та самая обрезка увидишь и делается уже можно не сомневаться что садят в яму но это ладно они они ничего не знают про холмы смотрите дальше вот они садят осенью это тоже ладно да по и по моему они должны были вот здесь отрезать пусть он такой мощный пусть он где-то пятилетний так вот даже ну здесь это отрезать не трогать вот эти вот ветки и животные это яблоня ну похоже на яблоню чтобы она распросталась понад землей у нее был шанс выжить сделали полсотни ран не сомневаюсь что здесь полсотни страшных ран площадь этих ран десятка раз суммарная больше чем диаметр вот этого то есть все эти дырки все уйдет тепло вот потом знаете я показывал еще буду показывать крупным планом результаты обрезки то есть когда подниматься должен сок да по штамбу и не только подниматься но еще и опускаться то есть тут идет такое вот как бы назвать вверх вниз вверх вниз сюда идет не сахар и прочее вверх идет туда это вообще что надо мы это проходили и вдруг встречает рану на пути вторую рану третью рану четвертую рану пятую рану ну короче вот надо было обложку да надо было кому-то заработать серебряники почему я так честно говорю почему я так говорю серебряники потому что садят на верную смерть а получают за это деньги вот а вот это скорее всего наш лидер все российские а может быть ну включая украина белоруссия масштабы непостижимые вот понимаете есть такой термин сладкоголосая я вынужден ее она свое получает почему сейчас от меня я сейчас выпарать не могу симпатичная девушка пристали как я юбку задираю и ремнем парю но образно вынужден совершила страшный грех да научила сотни тысяч на тот момент когда на нее обратил внимание сотни тысяч людей убивать деревья в прямом смысле не переносном мысль убивать на самом деле плодоносит крупные плоды вот как выше вот что мне было делать я естественно выпустил фильм дошло до нее не дошло но и не дошло почему вспоминаем уже было девятьсот тысяч просмотров это против моей допустим тысячи да то есть процентов это все-таки извините про есть проценту изогнули допустим в фильм где вот есть фотография ну тысячи просмотров на каком-то фильме две тысячи просмотров вебинары 500 человек через месяц будет и вот сладокоголосая сирена что такое откуда они берутся вы знаете иногда мне кажется дьявол все-таки существует и у него есть свои дети вот так же как мы дети бога да вот те кто считает что если дерево совершенно вот видите яблоня сведет попробую вот сейчас вот вот эту яблоню попробую вот так вот а она на самом-то деле не режет она эти все фотографии у нее с интернета я об этом говорил что берется фотографии из интернета и у нее такой голос вот вы знаете а есть особые люди да хорошо бы им хирургами бы работать я не знаю основная профессия она сделала профессию здесь зарабатывать деньги на рекламе сейчас увидите я покажу цифры вахните вот я допустим где-то медсестрой где-то там хирургом и вот чек лежит на операции он волнуется а ему нужно отрезать какой-то орган вот тут бы и цены бы не было вот там потому что вынуждены там гангрена что угодно она может человека здорового взять и убедить кого угодно меня кто подпадает под ее голос это ее главное достоинство почему она на этом зарабатывает убедить что вот этот палец ну ладно носу ковыряем вот этот палец он сильно нужен вот этот сам еще вот этот палец допустим на мышку даем тоже нужен а вот этот безымянный нахрен и убедит и вы сами это сами ну себе не сможете отрезать но пойдете хирургу скажите что вот вероника поливкина сказал это быть это же такие же как и мы с вами вот это дерево но и помните как в биологии которая достаточно дебильна школьная там была одна фраза волшебная что как ее пропустили я понять не могу просто человек или с пеной ее вставил ну в подсознании поэтому так сказать как бы сказать такое как бы буквально по фрейду он взял и во введении в школьную биологию написал фразу что мы люди имеем такое же право жить на земле мы как животное растение представляете он должен был написать что они ну раз мы про всем биологии мы-то цари они тоже имеют право ее бы сейчас баксикатов режь я начал искать у него сад а сада то нет откуда такие познания почему нет это готовая схема ее какая-то вот видите что с тех пор еще 300 тысяч человек научилась я там показывал когда было 900 а а сейчас 1200 еще 300 тысяч человек смотрите против моей тысячи 300 тысяч еще то есть зачем это убирать я вчера посмотрел все по честному никто ликвидировать этот фильм не она не 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 наука не потребовал что там люди которые не садоводы не имеют ни малейшего понятия но за счет ангельского голоса и защиты и за счет того что хотят заработать видели и у нее реклама реклама просмотров 22 миллиона подписчиков четверть миллиона и всего-то за за четыре года она такую подлую вещь совершила ведь это же не 100 человек не тысяча и куда нам дорогой мой товарищ вот этот самый александр карпа куда нам с нашими этими 00 у нас же получается процентом отношении десятки тысяч раз меньше куда нам а эти она не садовод ей дали возможность техническую возможность зарабатывать деньги на чем и она не имея ни малейшего понятия садоводство в принципе берет эту картинку и начинает комить ангельским голосом решите решите я же расскажу что это еще можно отрезать потому что где-то каких-то районах надо к земле поближе помните да вот когда появились лишние ветки она даже не еще на тот момент она не знала или не хотела сказать что их не просто на даты она должна комментировать по готовому это не ее схема наберите обрезка деревь и сразу наткнулись на нее вот я использую десятки сотни тысяч из да из этих самых журналов газет этих самых ютубов или каких там этих сайтов сотни тысячи их одну и ту же эту фотографию причем когда сейчас смотришь на нее я старый садовод логики кота нету вот этого идет то с чем должны бороться вспоминаем там каншину которая изувечила эту черешню вспоминаем эту я потом ниже покажу ай стыдно по мере называть еще более крутую даму вот здесь то что она отрезает да она даже смысла не имеет никакого кроме подлости что загущает ля 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 эти миллион с лишним человек находит другую фотографию и теперь начнет комментировать из этого дерева лево надо сделать правое скажи поливкина вот это нахрена ты делала чтобы потом вернуться сначала вот еще вот вот этот момент вот этот момент а я почему это говорю я пытался докопаться ну во первых не исчезла от фильм уже после того в моего окрика посему имейте совесть то в конце концов ну покажи ты сад изувечина покажи абрикосы сливы вишни груши персик покажи поливкина ты нам показала только одно вот это дерево это она не твою ну хорошо возьми секатор вот вот твоего это твоя учеба начинай резать даже не с плодами вот сейчас начинай резать и после цветы падают они же лишние они не нужны они лишние и меня удивило вот это страшные масштабы и никому кроме меня до этого дела нет потому что я когда посмотрел а так ведь это же заработок это понимаете если не надо этого резать нет канала нет миллионов просмотров и некому вот это всунуть вы наберете сами видите и там реклама 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 ведь за ними вот за этими вот дебильными обрезками идет болезни дерева и гигантский механизм вы зайдите в любой ларек на рынке их полно вы зайдите специализированный магазин все заполнено краска и эти самые в язык не поворачивается вообще это это уже все надо сделать и теперь это дерево ты же не просто искалечила поливкина ты научила уже наверно это же время идет уже не 1200 миллион двести уже наверное уже где-то под полтора миллиона ты научила они же все у них дерево начинает болеть они все побегут все побегут это гигантский механизм а ты же все это рекламирует ведь ты же цветовод куда ты влезла я же за твой сад изучил завтра после этого на сайте появится вот мой сад вот у меня тоже как у железного фото галерея вот сотни фотографий вот у меня груши абрикосы абрикосы сливы все ломится на моих известных деревьях у меня никаких следов три как у железного нету вот ничего нету посмотрите вот месяц назад спасибо огромное сейчас внимательно читайте вот бедная если светлана павлуш спасибо огромное за максимально понятное видео я ничего на поняла то там на ее глазах запустили а потом искалечили смотрите наоборот все с ужасом думала об обрезке яблонь в саду у меня есть по возрасту все ой бедная по возрасту все показано на видео теперь не так страшно начать и знаю что не изуродую деревья это что поливкина это не изуродованное дерево а а какое оно его бог создал вот таким вот оно должно было расти и расти еще раз все сеянцы идеальные на своей исторической родине начинаются проблемы после перец за тысяч километров но принципе сохраняют крону имеют штамп штамп зависит ой господи это все еще целую лекцию надо читать от освещенности чем выше штамп тем хуже нет чем хуже освещенность тем выше огонь нет я сейчас уеду туда куда я же не вернусь уже оттуда это надо рассказывать уже подробнее но в принципе сеянец сохраняет свою классическую форму принципе и секатор нужен только для того чтобы поэтому проходили обрезку дальше не говорю дерево привитое имеет уродливую форму потому что это всего лишь почка с боковой ветки выпрямлены нами привитое отрезанное изувеченное дерево из двух половинок т т т т т т т т которая не имеет классической формы и тут и начинается вот это вот свистопляска они еще умудряются даже если не привитое они они все равно искалечен вот представляете если дерево не привито вот отсюда пошла бы кровь ну нахрена вы вот это все отрезали вот я вас спрашиваю нахрена вы отрезали чтобы ходить не сгибаясь он парень 2 метра ростом только для этого а потом женщина все теперь она не боится они вообще такие как такое 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 она будет загущать такое будет это ребята я не мог не высказаться вот я про это говорил но прошло время никуда не исчезла фильм еще добавилось треть миллиона просмотрщиков а поливкина вот сейчас хоть ликвидируешь но ты уже заработала на нем столько и тебе же отвечать то перед богом тут это знаете я все время боюсь эту тему да я знаю больше вас я знаю больше про загробный мир в реальном смысле не 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 образно там по книгам или там по это по богословским или по этим вот я вам натурально говорю я железо душа человека существует до в грешном теле то она похожа чуть ли на обезьяне не зря мы не бритыми ходе мужики но душа у нас есть эта душа не умрет понимаете не исчезнет не испарится как вот дым умер человек и все и черви ведь отвечать же придется вот за эту подлость потому что ты же не вырастила эти деревья ты вот из этих вот я я сейчас вот я не спросил карпова не ее ли он имел ввиду но таких как вы сейчас тысячи и чтобы меня теперь как выбраться из этого болота ведь набираешь обрезка деревья я там один из тысячи как я могу заступиться когда вы же вы понимаете есть еще один секрет я уже до конца говорю почему я когда напишу обрезка плодовых деревьев у меня через год будет 1000 просмотров а у нее еще а у нее через год будет еще миллион я это до сих пор у меня ребята все крутые компьютерщики вокруг меня мои друзья да вот давайте придумаем название чтобы люди это но я набираю напишу обрезка а люди наткнутся на тысячи других обрезок и уязвесить деревья а потом через десятки лет как многие а мы про вас не знали а теперь знаем почему погубили ведь вы понимаете поливкин а ты же миллионы деревьев губишь ты вероника я уже я же пинта сделал должна было дойти должно было не может быть потому что а потом что получается вот это вот ненависть которая сквозит ну хорошо вот он и проклинает да но это потому что его там я железо брат мой родной двоюродный родной родной вот ты же тоже пытался в лес в эти самые чтобы про обрезку чем кончилось а чем кончилось когда я вылез на этом представительное хозяйство я оттуда ошпаренный обгаженный выскочил какие там 10 процентов вы вы их ненавидите они вас ненавидят поливкину лишить заработка вы представляете 22 миллиона просмотров если бы у меня это было бы уже бы все бы уже бы на это самое на небу с показывали пальцами и вот эти вот люди бы все бы проклинали вот они хоро все теперь теперь все уже светлана все теперь и все понятно если дерево незакущённое искалечу потом подойду к нему и начну его это где они нашли эти ветки лишние понять не могу я должен был выговориться пытаясь дергаться вот это моя статья вот красиво обработана есть такой этот самый троценко павел николаевич один из моих ближайших сподвижников чуть низкого апостола ну взял вот мои фотографии видите и сделал вот это вот статью и он напечатал даже не помню не помню какой-то журнал напечатал бумажный все это большая редкость они же тоже как начали пить все берут из интернета всякую дурь печатают а люди верят ну вот пожалуйста видите а для чего вот эту по распиливал мне что делать было нечего поливкина распили дерево посмотри что даже мельчайшие раны к чему приводят посмотри на эти грибы это вот уже все больше не могу все поливкина проехали теперь у нас время заканчивается но я обязан вот это письмо по крайней мере сегодня мы где где сейчас опять как всегда половину только удалось рассказать но иначе не мог я старался для нового замминистра последний шанс пусть 00 она десятая процента но я я должен был это самое я должен был сказать правду сегодня я получила грустное письмо семенами влевия железова выбора не было я успела к шапочному разбору но тут в этом уже кроется причина не то что неудач но тревоги опасения шапочного разбора так теперь пришли старшируем семена вишни не проклюнтые но песок сухой груши семена в сухом песке сливы тоже абрикосы сыны манджурцы раз два три четыре из них четыре кости проклюнтые но корешок длинный с коробки почти отпали я расстроилась позвонила железу но было не до меня куда-то спешил ну так же принцип вечно занят сказал что можно высадить груш то я сделал от таких семян вряд ли чего дождусь то есть сейчас будем разбираться это серьезно все я посадила все кости маленькую высокую грядку неплодородную основу песок уже ошибка почему знаете высокой грядкой плюс песок хоть залейся не взойдет то есть вы получили в сухом песке но кости были страницированы я сейчас объясню почему это но дальше уже получается в ваши ошибки маленькая высокая грядка вот показываю примерно всегда здесь будет сухо всегда а ему нужно влага так а кто допустим ну позвонил во второй раз чтобы я сказал пожалуйста я вышлю сейчас статью пока не день два роли не играет вот поместите опять сырой песок и день два роли не играйте за это время хоть узнаете что вот это уже нельзя было делать ну и так далее теперь те к так от таких семян вряд ли чего дождусь ну с вашей ошибкой может и и правда не дойдетесь я посадила куски на воронят все кто вчера растаял те которые посадила торфяной стаканчик были с длинными ростками было четыре я высадил грядку сверху колпакет бутылок пойдет если зайдут все то будет тесно но надо учитывать это что будет тесно и тем более которые уже с ростками они как правило сходят сто процентов их оставлять до будущего года или пересаживать осенью это вопрос четко аст говорю когда вы работаете с сенцами пожалуйста не пересаживайте их осенью впереди зима какая неизвестна вот дадите уже весны спокойно они не пересажены не искалеченными корнями первую зиму свою перед зимой гораздо легче надо ли поливать и как часто вот тут я вам не это не лунный календарь когда идет дождь у них в этот день назначен полив вот решать как надо поливать и часто уже когда они начнут развиваться будете вы сами напишу часто сгноят груша сгноят абрикосы напишу редко будут плохо расти а значит плохой товар высыл вот какие рекомендации в дальнейшем 77 вебинаров вот ну и возвращаемся к началу насчет сухого песка а кстати другая крайность Ольга Селезнева посадила сегодня семена абрикосы 70 процентов проснулись но корешки небольшие это значит самое то когда корешки только вышли слива и вишня по 2-3 штучки корешки проснулись но я уже смотрел ваш фильм когда вы софродного объясняли как положить семечко куда корешок куда расток старалась как вы делать как вы учили надеюсь на хороший исход ну здесь все более чуть выбранованы и результат у него получше вот надеюсь что 70 процентов и у нее будет вот у Галины но это еще не конец разговора смотрите сюда вот это вот чтобы вы меня поняли Китай как красная семья так фотографию я сделал 12 апреля когда была сделана закладка косик много вот одна фотография вот вторая фотография но это более то же самое только более крупный план вот обратите внимание на сухой песок значит закладку я делал холодильник нижнюю камеру там минус ой плюс 6 вот у меня не получается еще знаете как вот вроде бы уже купил был нормальный холодильник ну еще советский но большой я еще два этих купил вот и все равно не получается равномерно хранить тут плюс 6 сделаю плюс 3 задняя стенка замерзнет опять плохо то есть то что у задней стенки и вот у меня компромисс я объясняю как получается да в этом это было у меня сертификация а вы получали уже мешочках смотрите как это происходит значит для вас галина говорю большинство присутствующих уже это знает проснувшиеся первые или даже еще не проснулись но когда наступает весенняя пора зимой в холодильнике лежат сырыми только попадают на почту а это 7-10 дней в среднем только почувствовали тепло и влага как губка вся внутри песок сухой нормальные хосточки большинство с вами общаемся есть обратная связь согласны я не скрываю неудачи есть гостевая книга вот я вот так вот клянусь богом а я не шучу с богом видели мою гостевую книгу видели там люди отчеты пишут сколько взошло сколько не взошло чем я поклялся богом в том что я не регулирует процесс например хорошее письмо оставил а плохое убрал как есть так есть а плохих писем практически нет если иногда попадается а тут же еще и причину и говорю я специально взял задержался до июня сырой песок трип сходит ну или вот как здесь например видите они сволочи забрали всю влагу вот я распаковал пусть вы распаковали в апреле но уже там вся влага вот внутри работает как губка почему это только для транспортировки только лишь и когда получается сухим песком получаете не только вы это вынужденная мера понимаете просто вынужденная мера если кто в этом году получал я уже вот такие мешочки делаю вот вы мне платите 200-300 рублей за пересылку а я за это а потом выставляю 400-500 рублей тяжеленькие посылочки когда ради 10 косточек я вот столько песка кладу вот и получается там килограмма а больше все цену накидывает накидывает и вот все получается я нашел эту причину только почувствовали весну все возвращаюсь своим фотографиям вот они конечно я наделся все это продать и пока они еще спали то есть закладка была я анваре февраль март апрель три месяца пролежали мне спрашивают сколько времени нужно на циркацию слив половину не взошло половину переросло сколько времени одним три месяца оказалось одни и те же условия одним показалось три месяца много а другим мало еще не взошли это расщепление свойств научный термин редкий случай когда я научный термин использую это расщепление свойств это нормально так должно быть а природа предусмотрела есть индивидуальное что-то у них поэтому вот такой результат конечно все это я выбросил вот понятно вот но благодаря этой неудаче что продать не смог я смог вам сделать снимок который подтверждает мои слова вот песок совершенно сухой но это не помешало зайти половине а вторая половина вот вот тут они еще тут примерно половина еще не взошли и не взойдут песок сухой все время не хватило влаги получили и дальше вы должны делать уже не вы мне позвонили я спешил но я за рулем и не могу же остановиться и рассказывать на обычный разговор 20-30-40 минут так ну сейчас пока мы говорили было два звонка да это нормально если бы я сейчас не проводил вебинар час-два времени моего был бы занят попробуйте в Якутии объясните и подберите так же вот это моя жизнь а второй раз не позвонила а теперь все мне не взойдут а уже посадила на крутые маленькая высокая грядка неплодородная песок высыхает мгновенно я специально подобрал для вас вот ну что я только говорю да ради бога придет осень вы мне позвоните или напишите не взошли ну ничего на здоровье вечер вышли не жалко помните как по пандопову забирай все деньги еще нарисую вот я такой по пандопову я еще выращиваю спасибо за просмотр!